Всем привет! Сегодня с историей от подписчицы. Сейчас я прочитаю ее историю, потом дам комментарии, и вы тоже свои комментарии под видео напишите. Добрый день, Галина! Письмо будет длинным, но мне больше не с кем поделиться. Предыстория. Последние три года были просто адские в эмоциональном плане для моей семьи. Мне 25 лет, полгода уже живу отдельно от родителей в другом городе. До этого жила вместе с ними. Три года назад папе пришлось закрыть свои магазины, они стали убыточными, и были некоторые административные проблемы у него из-за них. Мы все думали, что без работы он будет недолго, но это затянулось на три года. За эти три года он работал месяцев пять от силы, потом и эта работа пропала. Прямо активно он вроде не искал работу, по крайней мере мне так казалось. На фоне того, что он постоянно дома долгое время, мама у меня работает на дому, они постоянно вместе, у нее начались проблемы со здоровьем. Большие проблемы из-за постоянного стресса. Папа ее раздражает, а на ней сейчас ответственность как кормильца за всю семью. Он еще переписывается с какой-то женщиной, о которой она узнала. Вспомнились старые какие-то обиды. К слову, о моих родителях. Маме 49, папе 51. Женились они рано, по залету. Папа у меня не русский, образование училища по гороскопу водолей. И этим все сказано. Постоянно в каких-то мечтах плывет по течению. Он рано уехал с родины в 16 лет из большой семьи, где его воспитанием занималась тетя, которая не могла иметь детей. Поэтому облизывала его с ног до головы до пят. Мама тоже со своей драмой. В возрасте 14 лет ее мама, моя бабушка, оставила семью, мужа и двух дочерей. И ушла к другому мужчине. Он пристрастил к выпивке. И она, по сути, спилась. Мой дед, мамин отец, не был близок с дочерьми. Они были представлены сами семье. Родители мои познакомились на почве страсти. Я так поняла. По любви особо как бы ничего и не было. Жили они в молодости очень бедно. Вместе накопили на все имущество. Постоянно ругались. Папа часто изменял маме в молодости. Она не уходила от него, потому что была без работы и сидела со мной маленькой. Знаете, здесь остановлюсь. Потому что ее оставила мама. И она, как и не в ротик, никогда не будет уходить. Будет терпеть до конца. Потому что это все равно, какая они есть, модель какой-то семьи у нее получалась. Даже с таким вашим папой. Все свои детские и недетские годы я слушала, как он с ней плохо поступал. Всегда была свидетелем ссор. Не изливали душу. Делились подробностями ссор. И вот опять здесь останавливаюсь. Это неправильное поведение ваших родителей. Ссору вы не должны были видеть. Мама, вот как я и сказала, не в ротик типичный. Это был ее выбор, понимаете? Ссориться вам высказывали. Знаете, вы как сливной бачок, куда можно все это негатив свой был скинуть. Но вы бы ребенок вообще. О чем тут речь? Последние три года я опять постоянно слушаю про то, какой он плохой папа. Как он раньше поступал плохо и сейчас. Про мамины некоторые болезни. И я от этого так устала. Я уже не хочу приезжать домой, навещать их, звонить по телефону. Решила взять паузу, не звонить. Просто писала в мессенджерах. На что мама мне позвонила в середине рабочего дня и наорала на меня, что мне опять все не так. Что я не ценю то, что для меня делали мои родители. Короче, начала корчить из себя несчастную. Морду я гну и всякое прочее. Из-за того, что я просто прекратила им звонить. Я ответила, что перезвоню позже. На что сказала она мне, не нужны мне твои звонки. Ну и я в итоге не звоню. Отношения с мамой у меня очень близки. Она почти всегда поддерживала меня. С учебой помогала. Вместе строили планы на будущее. С папой почти не общались. Живая вместе, он после работы приходил, смотрел телевизор. Общался с родственниками. Мы с ними не были близки от слова совсем. Нам с ним даже поговорить не о чем наедине было. Я в полном отчаянии. С одной стороны, меня мучает чувство вины, что я недостаточно успешна, чтобы быть полностью финансово независимой и помогать родителям. Останавливаемся здесь. Сразу говорю, вы не должны помогать своим родителям, потому что они у вас еще в состоянии сами на себя заработать. С работы у меня не особо клеится. Останавливаемся, потому что у вас мама невротик. Скорее всего, вам выученную беспомощность. Вы с ней были очень близки, она вам жаловалась и так далее. Она вам помогала, но тем самым занижала, скорее всего, вашу самооценку. И вы чувствуете себя неуверенно, поэтому к большим свершениям в жизни, к начинанию чему-то новому вы не готовы сейчас. Вы в себя, скажем так, до конца не верите. Думаю, может, я такая же пассивная, как и отец, но у меня на фоне моих переживаний нет ни сил, ни желания, ни веры в себя найти какую-то другую работу. Вот я про это и говорю. Может, я себя этим оправдываю. С другой стороны, я устала от постоянных скандалов и выслушиваний, что мой папа говно. Мама вся в болезнях, все плохо, а я одна, единственная надежда. Мамочка на вас перекладывает свои, скажем так, ожидания, перекладывает на вас всю свою проблему, всю свою жизнь. Она считает, что вы должны это решать. Вот это вас и тяготит сейчас. Мама все мечтает о хорошем, беспечном муже для меня. А, она хочет, наверное, заместить свои промахи в вас, конечно. А я вообще не хочу замуж уходить и уверена, что едва ли смогу построить семью. Примера семьи у меня и нет. Когда у меня случились истерики на нервной почве, я говорила маме, что семьи у нас нет. Я устала от этих скандалов. Она кричала на меня, что я ее обвиняю в том, что она плохая жена и мать. А я просто хотела с ней поделиться своими переживаниями и поняла, что лучше-то и не делиться. Я уже сама хочу, чтобы они развелись и отстали от меня. Но в голове постоянно мысли, на что будет жить отец. И он безработный. Скорее всего, придет ко мне, приедет ко мне в Москву и будет искать работу. А жить я с ним вместе не хочу. Я уехала с радостным чувством оттуда, что покидаю этот дом скандалов. Но такое ощущение, что я все еще в нем. С мамой не разговариваем уже три дня. У меня постоянное ощущение, что я не оправдала их надежд. Это ощущение ложное. Вас его вкладывает мама, она им вами манипулирует. Что я недостаточно хорошо для новой работы. Что я недостаточно хороша для счастливой и успешной жизни. Это ваша низкая самооценка, которая тоже шла от родителей. К слову, обо мне отличница со школы и до магистратуры. Кстати, вы отличница, вы синдром отличника. Стараюсь быть лучше, оправдать надежды родителей. А толку-то от этой магистратуры и отличницы ноль. А всех этих успехов личной жизни у меня нет. Мне нужно мнение со стороны. Может я действительно эгоистка, нужно больше поддерживать семью. И я действительно слишком пассивная и ленивая, чтобы найти более оплачиваемую работу. Найти себя в этой жизни. Как мне поговорить с мамой? Или лучше вообще не говорить с ней? Если бы вы знали, как я устала от всего этого. Как будто сама 25 лет в браке провела. Что вы вообще как специалист думаете об этой ситуации? Как мне себя вести? Заранее благодарю за ваш труд. Это очень просто. Вам пришло время отделяться. Вы, как и говорите, якобы 25 лет прожила в браке. Вы, к сожалению, с своего детства были заложником этих отношений папы и мамы больных. Их игр своих внутренних. И мама на вас перекладывала ответственность за свои неудачи, за свои проблемы. Она как бы вас поддерживала, была хорошей. Но на самом деле вы были для нее вот этим сливным бочком определенным. Пожалуйста, не обижайтесь. Говорю, как есть. Вашу маму, вас не знаю. Ничего личного к ней негативного не имею. Я со стороны просто рассказываю, как этот механизм работал. Почему так получилось. Правильно мама поступала или нет, не надо оценивать. Мама по-другому просто не умела. У нее не было образца, как должна вести себя мать. Ее мама бросила. Свое время предала. Поэтому она, скажем так, от вашего папы до сих пор не отказывается. И только ноет, страдает. А уйти не готова. Это ее личный страх одиночества, отверженности и предательства. Она считает, что если она оставит его, даже такого плохого, неподходящего ей, на нем весь свет длинном сошелся, она будет предателем. Это самое страшное чувство для нее. Но сейчас ни об этом, ни о ней. Так вот. Вы были заложником в семейных обстоятельствах, в семейных отношениях, играх своих родителей. Вы принимали участие как ребенок. Вы были вот этим медиатором, куда мама сливала негатив, за счет вас отчасти замещалась, настраивала вас против папы. Там у вас огромный ворох, работать не переработать, но все это с психологом, в принципе, на терапии проработать можно. Во-первых, что скажу, что? Спасибо папе за то, что вас на свет родил. 50% вас — это 50% вашего папы, его гены, его кровь и плоть. Все равно он с вами жил, вам на еду, на учебу зарабатывал, и таким без денег немощным он был не всегда. Папа почему работу сейчас найти не может? Потому что у него такая гнобежка дома, всю жизнь была и есть, и у него депрессия. Папа в депрессии, ему надо лечить депрессию, поэтому он не может найти новую работу. У него вообще полный упадок, апатия, и поэтому работу он не ищет. Потому что у него от мамы вашей нет поддержки, она его только гнобит, долбит. Она ему сейчас, в тот период, когда на нем может возмещаться все свои невзгоды, негодования, претензии за все 25 лет, высказывает прямо сейчас, потому что у него позиция кормильца, зарабатывает деньги, она сейчас голова в семье, и она измывается над ним по максимуму, замещая все свои обиды. Что мы не будем брать их, это долгая вообще история, касаемо вас. Первое, поймите, папа у вас хороший, какой есть. Всю жизнь с вами был, не предал, на школу, одежду, там, еду, денег зарабатывал. Папа тоже не умел, знаете ли, не, скажем так, отчасти там тетя его воспитывала эгоистично, но не родная мама, это не те чувства, нельзя маму заменить с папой все равно, поэтому папа вел себя так, как мог, недостаточно с вами, да, общался, потому что не умел, не знал, как это делать. Мама, в свою очередь, вела себя так, потому что тоже не умела многого, ее не научили в жизни, в детстве, там, ее предали. Но у вас есть шанс все это изменить, а не повторять их жизненный сценарий. Вы правильно говорите, я 25 лет работала, скажем так, в этом браке вместе с ними, потому что вы разгребали проблемы, которые к вам не относятся. Поймите, этот конфликт ваших родителей, не вас, вот между собой, пусть его и решают. Когда мама начинает жаловаться на своего мужа, вы говорите, он мне тоже отец, я не хочу слушать ничего плохого о нем. Вот так вы должны резко ей отвечать. Так как вы для нее всегда были, остаетесь сливным бочком, она всегда так и будет делать, вы ей позволяете делать, сливать на себя негатив на отца. Претензии мам к нему обращай. Для меня он такой же отец, я его тоже люблю. У вас есть установочка плохая к папе, которую закладывала мама. Вы все время, все ее претензии, всю жизнь к нему слушали, какой он плохой, несостоятельный. Вы даже говорите, мне страшно, а вдруг я такая же инертная и пассивная, как мой отец. А чего там плохого? Это ваш отец, любите его таким, какой он есть, да, инертный и пассивный, допустим. Зато есть, у кого-то отца вообще нет, а кто-то мечтает в детском доме, чтобы у него хоть какой-то папа был. Вот я к чему. Вы не цените то, что у вас есть, потому что это обесценивала ваша мама. По поводу ответственности, эгоизма и так далее. Эгоистка в этих отношениях ваша мама, которая в силу своего, скорее всего, невроза всю жизнь держалась в больных отношениях, боялась из них уйти, а все свои негодования, переживания и негатив на вас перекладывала, винила в этом вас. Мама проблем, она не может признавать своих ошибок. И это ужасно. Вы не виноваты в поведении вашей матери. Это ее выбор, ее жизнь. Это она выбирала всю жизнь, 25 лет прожить с этим мужчиной. Нет вашей ответственности за работу папы, за работу мамы. Вы им ничем не должны сейчас. Вы не должны их финансово поддерживать, за них работать и обеспечивать, что на вас пытается навесить ваша мама, вот эту ответственность, потому что они еще не в пенсионном, трудоспособном возрасте находятся. Вот когда они сядут на голую пенсию, которая в нашей стране очень низкая и плохая, тогда вы можете по своему желанию помогать вашим родителям финансово. Но опять вы не обязаны это делать. Поэтому ответственности за их, то, что папа 3 года работы найти, не может, не ваша вина и не ваша ответственность. Это его проблемы, его депрессия, его зона ответственности. То, что мама жила с таким нелюбимым мужем всю жизнь, это ее проблемы, это ее выбор. Вы ее не заставляли этого делать. Мама еще не пенсионного возраста, вы не должны ее содержать. Да, может быть, кому-то это выглядит сейчас грубо, эгоистично и так далее, но это правда жизни, как должно быть в нормальной семье. Вам 25 лет, вы только от них отделились. Вы должны были отделиться еще раньше, в 20 лет. Вас родители не отпускали. Я вам уверена, мама ваша вас воспитывала выученную беспомощность, понижая вам самооценку, что у вас это есть. Я в себе не уверена. И она говорила, ты без нас никуда. И смотрите, какая у вашей мамы сейчас наценка идет, настроенность на что. Найти тебе мужа, хорошего, богатого, передать в чужие руки, чтобы ты ни о чем не напрягалась, за тебя все делали. Быть беспомощной продолжает быть беспомощной. Не будь самостоятельно, ничего в своей жизни не решай. Знаете, какой минус у быть беспомощной? Ты не решаешь в своей жизни ничего. Простите, ты как плывешь по течению, бьешься о берега. Ничего не решаешь. Из-за тебя все решают. И ты никто и ничто в своей жизни. Вы этого хотите, вам только 25 лет. Чтобы начать все это менять, надо сначала принять, простить своих родителей. Они так поступали, потому что по-другому не умели. Но вы не обязаны делать так, как они говорят. Вы хотите быть далеко от них, потому что вы от них бежите, они вас уже задолбали. Потому что нельзя больше уже 25 лет быть в отношениях за маму и за папу в их отношениях. Вы не третий участник отношений между двумя людьми, не тремя. Это не любовный треугольник. Это ненормально. Для начала, да, то, что с мамой не общаетесь, не общайтесь. Вам так легче станет через какое-то время. Второе. На расстоянии быть вы не должны им помогать. Живите свою жизнью, ищите лучшую работу. Меньше контакта с родителями, тем свободнее и спокойнее вы будете. Для того, чтобы, если у вас есть желание начинать разгребать этот клубок, весь разматывать, вам надо идти просто к психологу, вообще об этом говорить, понимать, искать вообще, что мне делать. В видео, к сожалению, я так подсказать вам, помочь не могу. Но я хочу снять у вас чувство вины. Эгоистом быть — это нормально. И это защитная реакция здорового человека. Отчасти быть эгоизмом. Эгоизмом страдать, быть эгоистом. Отчасти думать о себе. Потому что ваши родители о вас не думают. О вашем именно психическом, психологическом состоянии. Они вами манипулируют своими конфликтами всю вашу жизнь. А так быть не должно. Поэтому вы сейчас в полном праве отделиться от них окончательно. Вы говорите о ощущении, я 25 лет с ними живу. И только вы от них убежали в другой город. Да потому что нельзя так больше жить. Вы в их отношениях не участвуете. Спокойно обрубайте. Не помогайте. Главная ваша задача — не быть сливным бочком для негатива вашей мамы. Чтобы она оставалась наедине со своими негативными проблемами, тогда может скорее решит проблему с папой и решится, например, расходиться или как-то принимать решение. Или она просто успокоится и перестанет его пилить. У нее какой-то выбор хотя бы. Но ей надо принимать конкретные решения. Не за счет вас это все решать и на вас ответственность накладывать за это. Вы так никогда отношения себе не найдете, потому что вы задействованы в отношениях папы и мамы решать их проблемы. И они продолжают у вас давить чувством вины, что вы должны это делать. Вы ничего им не должны. Спасибо, что родили, дальше я сама. Вот так должно быть. Пишите ваши комментарии, что вы думаете, подписчики, какие советы девочке дадите. Мой совет простой. Общаться с мамой редко. Раз в неделю. Для себя, для галочки. Звонить, спрашивать, как твои дела. Мам, я тебя люблю. Все. Положили трубку. Раз в неделю достаточно. Дайте ей время остыть, подумать вообще о своем поведении. Хватит вестись на это. Если это будет так продолжаться, и вы будете продолжать в тесных отношениях с мамой, это она вам дает такое чувство, что вы без нее ничего не можете. Вы так не самостоятельно и будете. Это ее определенные чувства, мотивации. Об этом надо разбираться. В общем, оставляю под видео в инфобоксе свою почту. Если кому нужно также написать свою историю, чтобы я разобрала видео, присылайте ваши анонимные истории или записывайтесь на психологическую консультацию ко мне. Спасибо за внимание. Всем пока!